всем доброго дня мы с вами продолжаем изучать наш курс и некоторое добавление мы мы запустили форму обратной связи прочитали и поэтому некоторые моменты будем внедрять практику значит одним из требовать одной из претензий было того что мы вообще не разбираем примеры кодов паттернов которые были рассказаны о лекциях наверное те паттерны которые рассказываются на семинарах вы их смотрите с примерами но вот те паттерны которые рассматриваются на лекции обычно идут без примеров поэтому давайте исправим этот момент и посмотрим реализацию паттерна состояния мы с вами в прошлый раз когда говорили про активные классы и диаграмму состояний поняли что у нас существует такой паттерн как состояние где у нас собственно есть активный объект внутри которого меняют состояние вот и здесь у нас как раз есть пример значит когда можно понять всю элегантность паттернов элегантность паттернов можно понять тогда когда вы смотрите main файл который показывает взаимодействие с этим объектом что мы здесь видим с вами давайте попробуем прокомментировать этот код на мы видим светофор в котором какие методы что что этот светофор делает да смотрите он у меняет цвета и он умеет печатать свое собственное состояние хорошо давайте посмотрим на реализацию трафик лайта точнее пойдем на посмотрю реализацию методи change color и что мы здесь видим мы с вами видим что здесь у нас давайте параллельно буду рисовать диаграмму трафик лайт у нас есть метод change color а он возвращает войт но что у нас есть у этого светофора у у нас у этого светофора есть указатель на так да 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 тут такое тоже бывает собственно что мы получаем вот у нас есть стейт которого указатель на стейт поинтер то есть у нас с вами есть некоторый объект стейт поинтер и у нас он его содержит при этом здесь связь один к одному значит это у нас с вами получается объект вида стоит я прямо перерисовываю код в емель диаграмму значит в чем реализация заключается метода change color у кустой то есть метод switch который при этом принимает объект вида traffic light вот значит как это возможно давайте сразу поговорим сразу обсудим почему это возможно потому что у нас указатель на здесь есть и нам не нужно переопределять класс то есть получается у нас с вами у стейт поинтера есть реализация метода switch а теперь давайте посмотрим что это за switch и мы видим с вами поскольку работает здесь visual studio код то у нас с вами есть три реализации этого метода то есть если мы с вами откроем наш стейт стейт вот он класс стейт а стейт поинтер это у нас с вами этот указатель на стейт звездой со звездой давайте покажу вот это unique ptr на стейт и смотрите что дальше у нас с вами происходит у стейта все методы виртуальные то есть по факту можно считать что это интерфейс либо абстрактный класс в зависимости от того это у нас роль либо это у нас объект классической реализации паттерна у нас идет как раз это абстрактный класс значит и дополнительно здесь стоят forward declaration и чтобы мы с вами могли правильно указывать реализации цветов потому почему нужно почему важно реализация цветов потому что когда мы с вами запустим реализацию метода свой метода свитч то давайте рассмотрим вот такой метод то есть нам все равно нужно будет с вами указ создавать объекты классов то есть у нас с вами будет три наследника этого класса это yellow это red и это green то есть у нас с вами создаются вот такие объекта значит и у объекта yellow есть метод значит реализация метода свитч который делает следующее он берет и устанавливает нашему светофору который здесь есть состояние на красный то есть получается каждое состояние при при определенном триггере переходит в другое состояние устанавливает светофору это состояние вот мы вызываем 13 строке конструктор класса а дальше мы устанавливаем это состояние то есть как бы по факту можно считать что после того как это состояние у нас отработало она у нас уничтожается да потому что мы работаем с уник патерами после выхода из этого после того как у нас количество ссылок на объект становится равным нулю у нас объект уничтожается вот и в итоге у нас получается наша цель будет следующим вызывать метод change color change call так это классное состояние не стоит pointer а у класса состояния будет вызываться метод свитч а метод свитч будет переставлять конкретное состояние вот вот в итоге вы получается элегантным и давайте как раз его запустим значит у меня как раз тут есть смейк так вопрос сразу на семинарах рассмотрели смейк хорошо все мы компилируем стоит и давайте мы его запустим вот смотрите вот у нас метод print state он нас выводит просто состояние direction и color вот мы начинаем с вами с красного потом переходим на желтый потом переходим на зеленый и и печатаем при этом direction у желтого цвета значит у когда мы ставим с вами зеленый цвет то у нас direction стоит на красный направление цвета стоит на красный и мы с вами указываем direction one и в итоге мы с вами поменяли код как раз десять раз поменяли светофор каким образом можно усложнять эту динамику процессов вы наверное большое количество раз переходите светофор который из рядом с нка стоит на чем его особенность смотрите у этого светофора на самом деле было несколько поколений вы не застали когда он по кнопке активировался раньше он активировался по кнопке то есть был внешний триггер который давал тайм-аут на то что у вас изменится состояние этого светофора на то есть мы можем ставить триггер по времени ну ладно это еще не пол беды большее количество светофоров сейчас адаптированы под какой момент времени под какой момент зависит ли время желтого время зеленого и красного цвета от времени суток на зависит причем на некоторые некоторые светофоры я делаются именно такими для того чтобы оптимизировать трафик да допустим если вы посмотрите на светофор который идет на пересечении как называется институтского переулка и первомайской то в зависимости от времени суток он показывает разные интервалы на красный зеленый цвет по моему в какие-то моменты 50 секунд в какие-то моменты это 80 секунд то есть как бы мы можем менять состояние в зависимости еще от момента времени то есть в принципе можем передавать момент времени для этого состояния вот то есть вот такая реализация паттерна стоит просила вы просили реализации паттерна мы с вами их будем смотреть как раз так хорошо давайте тогда вопросы по этой по этой части понятно ли реализация если непонятно спрашивайте глупые вопросы тоже можно задавать мы говорили что как раз паттерн состоит в том что мы скрываем детали перехода из одного состояния в другое то есть у нас получается как раз есть светофор значит это активный класс внутри него есть набор состояний мы могли бы писать вот эту всю логику так что вот у нас есть объект типа color а дальше писать значит если color красный переходим в желтый если цвет желтый переходим в зеленый а здесь мы по факту логику изменения цветов делегируем от самого светофора как объекту который отвечает за состав за состояние и в зависимости от того объекта состояния которое у нас стоит красный желтый и зеленый сам объект определяет логику в кого куда ему переходить вот в этом особенность паттерна то есть у нас не получается большое число ифов то есть если мы перейдем в реализацию красного цвета там все достаточно просто все устанавливаем состояние желтый устанавливаем направление на зеленый цвет то есть именно красный говорит типа куда желтому двигаться мы допустим можем поставить ограничения в какие состояния не надо переходить или через какое время переходить так хорошо еще вопросы состояние стоит мы как раз в прошлый раз говорили про диаграмму состояний поняли что нам нужно использовать диаграмму состояния тогда когда у нас есть активный класс в котором должны переключаться состояние и вот это реализация того как это можно сделать так еще вопросы если вопрос не давать мы с вами продолжим сейчас мы начнем точнее продолжим новую тему которая называется тестирование и в прошлый раз мы детально с вами что-то мне как о тут кажется проблем с цветопередачей у этого проектора о да будут цвета а так давайте тогда вот эту диаграмму чуть побольше сделаю значит смотрите мы сегодня будем говорить про тестирование по и большую часть времени мы как раз будем посвящать некоторым практикам тестирования по сразу скажу что сейчас будут начинать семинары по тестированию параллельно с лекциями но некоторые моменты я тоже буду рассказывать на лекции чтобы было именно интересно с точки зрения практической составляющей значит давайте мы所以 прошли раз поговорили про объекты тестирования то есть у нас будет функциональные не функциональной тестирования дальше мы можем с вами сказать следующие вещь мы можем с вами это видео тестирования по доступности кода какие бывают виды тестирования первое вид тестирования о которой на самом деле очень сильно вам знаком это тестирование черного ящика То есть это означает, что у вас есть код какой-то функции, у вас есть какие-то входные данные, вы запускаете функцию, получаете результат, у вас результат функции, сверяете с готовым ответом. То есть то, как обычно происходит тестирование во всяких задачах по алгоритму. Это черный ящик. Если мы говорим про тестирование белого ящика, это интересный момент. Вы видите весь код, который у вас есть, у вас есть структура кода, вы прямо смотрите и пытаетесь понять, что в вашем коде не так. И как раз метод тестирования белого ящика, он заключается в том, что вы проходите специальными инструментами, возможно, запуская код, возможно, не запуская код, и смотрите его качество. Если понятие, которое позволяет нам это сделать, это статический анализатор кода. Они у нас существуют. И давайте я спрошу, знакома ли вам такая аббревиатура, как PEP8? Наверное, если вы сейчас проходите курс по Python, то вас заставляют все писать по PEP8. Ну, по крайней мере, должны. Есть инструмент, который называется Flake8, который позволяет вам запустить как раз код и проверить его на консистентность. Давайте в качестве эксперимента мы это с вами попробуем сделать. Так. Давайте я какой-нибудь это... Возьму какой-нибудь... Виртуаленф... Я использую... И прогоним инструмент Flake8, допустим, на... Так, он ничего не вывел. Ну, значит, у нас все хорошо. Если бы мы... Давайте сделаем вот так. О! Вот, он выдает вот такие вот ошибки, в котором говорят, что код у нас неверный. То есть, смотрите, вот у нас, допустим, есть импорт, который не используется. То есть, они у нас явно подсвечиваются, и это считается не очень хорошим тоном, потому что это может привнести какие-то ошибки. Значит, здесь есть фатальные ошибки, которые говорят, допустим, что у вас там... Код не запустится, потому что у вас есть синтактическая ошибка. Да, то есть это, в принципе, тоже можно проверять. То есть, если мы здесь напишем импорт тест внезапно, вот такой модуль, то, видите, у нас этот... Ошибка, что вот этот объект импорт, but not used. Если мы запустим, то, скорее всего, у нас даже ничего не запустится. Вот. Еще классическая вещь есть, если мы говорим про переносы в конце строки. Видите, я даже синтаксический анализатор подсветил. Вот, видите, мне выдает warning. No new at end of the line. То есть, таким образом, вы можете явно предотвратить какой-то не очень хороший код. Допустим, есть переменные, которые не используются. Есть переменные, если мы говорим про компилируемые языки программирования, у нас может быть переменная, которая, так сказать, создана, но не индициализирована никаким значением. И это статические анализаторы кода четко отлаживают. Значит, в качестве инструментов, которые можно использовать, значит, есть PEP8. Если мы говорим про C++, то это пара C-Lang-Ti-Di-C-Lang-формат. Не знаю, кто-нибудь пользовался ими? Ну, у нас тут представлены какие-то автоматические проверки. Да. Тоже удобная вещь. Если мы, значит, говорим про, давайте, про Java, да, то это инструмент CheckStyle. То есть, во всех языках, так или иначе, есть либо внутренние библиотеки, либо сторонние библиотеки, скорее всего даже сторонние библиотеки, которые позволяют вам проверять статический анализ кода. Анализировать ваш код. Значит, это что касается по доступности. Следующий, а, метод серого ящика. Значит, мы про него тоже будем говорить. Он заключается в том, что как бы вы видите часть системы, а часть системы у вас закрыта. То есть, допустим, для вас, вот смотрите, YouTube это черный ящик. Вы что-то заходите, в нем делаете. Но если вы обратитесь в техподдержку, то для техподдержки YouTube это уже серый ящик. Потому что они видят часть прослойки, но при этом внутренний код могут не видеть всю реализацию. Тоже про это поговорим. Так, следующий момент по позитивности сценариев. Иногда делят виды тестирования. Есть позитивные сценарии, есть негативные сценарии. Как вы думаете, какое приблизительное соотношение между позитивными сценариями и негативными сценариями? Так, 50 на 50, 1 к 99. А? 30, 70. А? Ну, вот 1 на 99 это слишком экстремально, 50 на 50 на самом деле это не так. Ну, я бы сказал, от 20 на 80 до 10 на 90. Вот, то есть ваша цель, как пользователь, как, собственно, разработчиков ПО, сделать так, чтобы пользователи не смогли ткнуть не в то место. Вот, чтобы все сломалось. Вот. Дальше, значит, говорят следующее, что есть разделение по времени проведения тестирования. И здесь, на самом деле, на диаграмме намешана куча мала, но в целом она показывает именно время проведения тестирования. То есть у нас есть альфа-тестирование. Что такое альфа-тестирование? Это вид тестирования, который проводится внутри компании, вот, перед первичной публикацией. Что такое бета-тестирование? Бета-тестирование – это вид тестирования, когда мы приглашаем, либо проводим закрытое бета-тестирование, то есть мы приглашаем внешних пользователей протестировать наш функционал, либо открытое бета-тестирование, когда мы говорим, что вот, пожалуйста, мы проводим с вами тестирование, Пожалуйста, смотрите на нашу функциональность, пишите нам отзывы, мы будем их исправлять. Третий вариант – это дымовое тестирование. В чем оно заключается? Есть ли здесь те, у кого есть физика? Хорошо, у вас есть физика. Представьте себе, что вы клепаете механизм какой-то и запускаете его, какую-нибудь электрическую схему. Что у вас происходит, если эта схема не будет работать? Средний случай. Ну да, а в худшем случае? Сгорит все. Что означает, что сгорит все? Что является предвестником того, что все сгорит? Дым пойдет. Что означает смог тестирование? Вы запускаете ваш продукт, начинаете делать основные проверки, пойдет ли дым или не пойдет. Когда дым пошел, то все грустно. Да, если дым пойдет, то все грустно. Значит, когда мы запускаем нашу программу, если у нас идет дым, это означает, что у нас какие-нибудь ошибки начинают сыпаться или у нас какие-то запросы по сети не проходят, значит, наш код не работает. Все, останавливаем. То есть это такая вот чистая проверка, которая нам нужна для просто того, чтобы работать или нет. Значит, следующее это sanity-тестинг. И есть специальные инструменты, которые называются санитайзерами, которые обеспечивают проверку именно, так сказать, внутреннего функционала. То есть классический пример санитайзеров, вы проверяете, что у вас там, вы не выходите за пределы массивов, у вас там, не знаю, память всегда очищается. Потому что в чем проблема того, что вы не очищаете память? Память-отчет. У меня есть у вас какие-то стационарные программы, которые работают круглосуточно, потому что в один раз ваш сетей переполнится. Да, то есть у нас в какой-то момент времени количество оперативной памяти, которые выделяются нашей программой, растет, 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 растет. И в какой-то момент времени это достигает критического эффекта. И возникает два варианта. Первый вариант, у вас компьютер зависнет, потому что количество оперативной памяти слишком большое. Либо это в худшем случае. В среднем случае мы можем сказать следующее, что... Окей, у нас с вами настроен такой механизм, как Out-of-Memory Killer. Что это такое? Это в процессе операционной системы вы можете для каждого процесса настроить максимальное количество оперативной памяти, которое он может использовать. Если у вас количество оперативной памяти превышает дозволенное, то у вас процесс автоматически останавливается. Следующая вещь – это тестирование новой функциональности. Для этого вы как раз можете использовать такое понятие, как фичи-флаги. Наверное, я сейчас детальнее не буду раскрывать, но вы по факту вводите новую функциональность и проверяете, работает она или нет. Как заложено. Тестируйте именно функциональность. Дальше есть такое понятие, как регрессионное тестирование. В чем оно заключается? Представьте себе, что у нас кто-то нашел баг, причем это был конечный клиент. И ваша цель заключается в том, чтобы проверить, исправили вы баг или нет. И в зависимости от того, насколько вам важно исправление этого бага, вы проверяете, допустим, сломался ли. То есть вы проверяете чисто функциональность того, новый тест вводит эти баги или не вводит эти баги. Сейчас еще попробую переформулировать. Новый тест, который у нас появляется, закрывает он эту функциональность или нет. Более того, вы можете распространить это. Допустим, вы нашли баг в каком-то модуле, в нем есть еще какие-то связанные с ним классы. Проверяйте еще дополнительно тестами те классы, которые связаны именно с текущим. Про регрессионное тестирование тоже закрывать не будем, их всего там 7 типов есть. И последняя вещь, которая здесь есть, сразу скажу, это приемочное тестирование. Значит, оно называется acceptance или certification test. Значит, прежде чем вы в реальной жизни попытаетесь сдать какой-то проект, да, именно реальный проект с заключением договоров и всяких подобных вещей, да, то есть серьезный проект, вам придется проверить его на сертификат соответствия. То есть запускается ли он на определенной операционной системе, запускается ли он с определенным системным требованиям, выполнен ли ли требования по техническому заданию и так далее. Потому что если это не будет выполнено, то условия договора нарушены и придется платить большие неустойки. Но сразу скажу, что приемочное тестирование, помимо того, что оно находится здесь, мы его можем еще и закинуть в уровни тестирования. И вот самое важное, на самом деле, если мы говорим в рамках тестирования, очень хорошо стоит понимать про уровни тестирования. Всего их выделяют четыре. Первое – это компонентное тестирование или юнит-тестирование. Второе – это интеграционное тестирование. Третье – это системное тестирование. А четвертое, самое верхнее, это приемочное тестирование. Если вы сейчас не поняли, что это означает, не бойтесь про уровни тестирования, мы посвятим прям полу-лекции. И смотрите, последний момент. Очень важный, а, не последний, господи, почти. Значит, последний из основных именно видов тестирования, категорий видов тестирования – это тестирование по степени автоматизированности. Вы можете сделать следующее. У вас может быть ручное тестирование. И не поверите, сфера ручного тестирования до сих пор занимает большую часть в тестировании ПО. Да? То есть это вы когда вводите какие-то поля, проверяете результаты, хорошо, нехорошо. Значит, наша цель будет приблизиться как раз с точки зрения технологии программирования именно к автоматизированному тестированию. То есть для того, чтобы тесты могли запускаться автоматическим образом. Почему, как вы думаете, лучше автоматизировать тесты? На кнопочках, если это включится эфира. Да, еще. Как вы думаете, какой вид тестирования дольше проводить? Ручное. Конечно, ручное, потому что нам нужно кнопочки протыкивать, действия проводить и так далее. То есть это очень неприятно. Но бывают полуавтоматизированные тестирования. То есть, образно говоря, такой пример. Вам нужно отправить, зарегистрировать пользователя в системе. И когда вы регистрируете пользователя в системе, вам нужно активировать письмо на почте. То есть письмо с активацией. Вы получаете ссылку, вы проверяете, допустим, что письмо у вас пришло на почту. И после того вводите, там ссылку обычно приходят, вводите эту ссылку и продолжаете тест именно с этого момента. То есть остальные все сценарии будут автоматизированы. Вот. И как раз наша цель будет именно тестировать те, на более высоком уровне, тестировать как раз те варианты использования, которые мы описываем в наших проектах. Значит, еще две категории, которые здесь есть, это по степени подготовки. То есть у нас с вами либо этот тест был заранее задокументирован, либо он появился, так сказать, прямо при разработке. Это ad hoc тест. Ну и по субъекту тестирования здесь у нас показывается, чем отличаются альфа и бета-тестировщики. То есть альфа-тестировщики это обычно штатные сотрудники, бета-тестировщики это внешние сотрудники, то есть это конечные пользователи. Так, это такая большая картина, которую мы с вами должны понимать для того, чтобы с ней не бояться работать. Так, движемся дальше. Это такая вот самая большая категоризация всего этого, что есть. Мы, конечно, не все это будем смотреть. Я предлагаю двигаться дальше и попытаться проверить, а насколько вы тестировщики. Тест. Значит, тест заключается в следующем. Смотрите, нам надо протестировать функцию, которая будет проверять. Проверять следующее. Она принимает на вход числа, а на выход проверяет, являются ли эти числа сторонами треугольника. То есть у нас есть какая-нибудь функция из триангла. Пусть она булл возвращает. Вот, у нас есть функция. Эфемерная функция. Наша цель будет ее не реализовать, а протестировать ее. То есть вам нужно будет придумать как можно больше входных и выходных данных, на которых можно проверить результат работы этой функции. То есть вам нужно сгенерировать входы, и вам нужно сгенерировать выходы. Поехали. Да, давайте в данном случае мы пишем именно тесты. Поэтому нам нужны конкретные входные данные и конкретные выходные данные. Так, хорошо, поехали. Значит, ну давайте, одно отрицательное. Минус 1, 2, 2. Какой ответ должен быть? Ага. Ну, тут говорит следующее. Либо фолк, либо кидаем exception. Это exception. Он статически диспризирован, можно не видеть что-то про б. Что, что, что? Он статически диспризирован, можно когда не видеть что-то еще? Да, можно. Тогда снова будет. Ну да. 3, 4, 5. Не новый документ. Да. Так, это exception. 2, 3, 4 exception. Ну и, допустим, 1, 2. 6, 8, 5. Еще раз. 6, 8, 5. А, 6. А, ну, на самом деле, смотрите, сразу скажу, что здесь можно сделать перестановки всех элементов. И минус 1, плюс 5. Ну, и минус 1, 2. Ну ладно, хорошо. Хорошо. А? Че? Прямоугольный треугольник. Вот это? Ну, я, конечно, понимаю все. Но это для математиков, возможно, прямоугольный треугольник. Вот для обычных людей это как-то не сильно на треугольник похоже. Мы можем взять обычный треугольник или треугольник, который на границе с треугольником, и написать его в окноте, чтобы можно быть... Да, давайте нормальный треугольник приведем, наконец-таки. Да, это называется метод граничного тестирования. Так, 5, 8. Это ответ true. Так, хорошо. Что еще? Наверное, ограниченность... А? Номериклимец. Да, номериклимец. Так, еще варианты. На самом деле есть вариант, когда это все впрямую вырождается. Ну, да, граничный элемент. Здесь есть еще некоторый фундаментальный тесток. А? А значение, которое за границей с треугольниками? Макс инт минус один можно взять, в принципе. Я обозначу и хинф минус один. Так, еще. 0, 0, 0. Важный вариант. Почему? Это точка. Как бы, если мы говорим про математиков, то это предельный треугольник, к которому мы можем сместиться. Ну, и еще один вариант возникает, допустим, 0, 2, 2. Так, сколько мы сценариев перечислили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. В принципе, много. А теперь смотрите, есть один тест, который мы с вами упустили. Не-не-не. Реализация такая. Переставлять листами аргументы? Да, переставлять листами аргументы тоже надо. Потому что, видите, мы говорим, что сумма двух, любых, тесторон должна быть больше, чем третья. Да, и тут как раз в тестах, которые я передавал, эти аргументы, они стоят в неверном порядке. То есть, в принципе, наш тест может легко сломаться на варианте 8, 5, 3. А ответ должен быть false, несмотря на то, что здесь у нас ответ true. Хорошо, то есть, мы перечислили с вами большое количество примеров, посчитали результаты. И вот мы с вами достаточно хорошие ребята, потому что классический разработчик покрывает не больше, чем половину тестов. А мы придумали даже намного большее количество тестов, которые у нас могут быть. Теперь давайте, наверное, поговорим, прежде чем мы перейдем с вами к тестированию, каким образом можно проводить тестирование. Вот давайте подумаем, можем ли мы просто написать асерты? То есть, написать функцию triangle и дальше внутри них написать асерты. Давайте. Так, давайте я какой-нибудь текстовый редактор возьму. Не, мы можем тройкетчить, логировать. Да, мы можем тройкетчить, логировать результаты. Нам важно сделать следующее, что если у нас есть какие-то тесты, нам нужно запускать именно все тесты, а не падать на первом. Да, то есть, поэтому, чтобы не делать лишних тройкетчев, для этого как раз существуют специальные фреймворки для тестирования, которые как раз позволят нам этого избежать. Потому что если мы возьмем с вами какой-нибудь стек трейс, давайте где-нибудь пока напишу примеры. Вот тут есть, о господи, здесь есть таймер. Давайте куда-нибудь сюда. Тестер, пай. Мы с вами напишем, я буду писать на питоне. Напишем. Так, осерт, допустим, триангл. Пять. Вот. То. Вот как обработать исключение? Ну да, хочется сказать, что нам нужен тройкетч. И вот что-то нужно генерировать вот такое. Образно говоря, какое-то исключение, которое называется test failed error. А, ну и там, 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 ну и там. Мм? Да. Ну да. Ну да. Желательно еще бы записывать результаты нашего тестирования. То есть, смотрите. Main. Ну и запускаем. Значит, тест correct. Test not correct. То есть, если мы сейчас с вами запустим это все, то у нас, не поверите, все, кажется, отработает. А, нет. Видите? То есть, как бы у нас выскачивается исключение, и если мы в следующий раз напишем с вами correct, то будет проблема. Да, потому что мы не перехватили с вами исключение. Соответственно, здесь придется делать следующее. For test in test correct. Да, видите, здесь прямо функциональный стиль нужен будет. Я. Я к чему, я к чему и веду, что не надо самопальное писать. Ну да, мы приводим к тому, что нужны фреймворки для тестирования. Потому что вот, чтобы обработать все эти варианты... Вот. Это вот простой вариант. То есть, наша цель, чтобы оно запускалось на всех тестах. О. Test failed. Ну и дальше нам нужно будет с вами, допустим, обратиться к имени нашего теста. Вот такой самопальный фреймворк мы с вами написали. Ну и с этим работать очень неудобно. Да, потому что нам приходится делать обвязки. Как раз за счет этого для нас придумали как раз фреймворки тестирования, которые позволяют обеспечить этот функционал. Значит, как раз про фреймворки тестирования буду говорить на семинарах. Вот. На лекциях мы все-таки перейдем с вами к частной, так сказать, теоретической составляющей. Так. Теперь давайте немного про литературу. Значит, по теме тестирования на самом деле есть достаточно большое количество литературы. И я посоветую как раз посмотреть книги, которые очень полезные. Значит, сразу скажу, что с этой книги можно начинать, если вы хотите прям получить целую фундаментальную базу по тестированию. Это книга Art of Software Testing, Гленфорд Майерс. У нее есть русскоязычный вариант. К сожалению, я ее с собой не взял. Я могу, в принципе, на следующую лекцию принести все эти три книги, которые я посоветую. Значит, в нем прямо написано теоретически основу тестирования. Последняя версия, по-моему, вышла в 2011 году, в которой можно явно прям прочитать, там даже есть адаптация к мобильному тестированию, к тестированию мобильных приложений. Значит, вторая книжка – это Харри Персиваль, «A base of testing God». Значит, она, не помню, как на русский язык, по-моему, называется как раз что-то «Test-driven development with Python». Она рассказывает про методологию test-driven development. А в чем она заключается? Она заключается в том, что вы сначала пишете тест, потом пишете код. То есть вы пишете минимальный тест, который не проходит, дальше адаптируете код к тому, чтобы у вас этот тест проходил. Методика интересная. Причем здесь покрываются все уровни тестирования. И третья книга, кстати, от авторов экстремального программирования, про который мы с вами в прошлый раз говорили, про методологию. И ее написал Кен Бек, один из основателей Agile. И в нем как раз рассказывается, как можно внедрять тоже методологию test-driven development через методологию экстремального программирования. Почему полезно именно смотреть на test-driven development? Потому что он как раз раскрывает всю суть тестирования. То есть легче намного писать код тестов не по имеющемуся коду, а как бы делать заранее заготовки перед тем, как писать тесты. Потому что если у вас будет какой-то сложный продукт, вы такие смотрите, стена, гора, нам нужно эту гору перейти. Непонятно, как эту гору перейти. Поэтому лучше маленькими шажками приближаться к тому, чтобы проводить тестирование. Значит, теперь это что, чтобы почитать. В следующий раз я попробую привнести книги, чтобы вы могли их изучить. Значит, теперь давайте поговорим про интересный момент. Вообще, сфера тестирования – это отдельная, так сказать, перпендикулярная ветка по сравнению с классической разработкой. То есть здесь нужно мыслить по-другому, и здесь идет спецификация по-другому. И вот как раз первое, что стоит знать про тестирование, что по тестированию есть международный стандарт. И есть международная сертификация. И как раз этим занимается сервис Аиста Кубе. Значит, у него есть как раз сайт, в котором можно открыть прямо все силы бусы. Что такое силы бусы? Это программы курсов, которые нам нужно пройти для сертификации. И как раз здесь видно, что на самом деле в сфере тестирования можно очень сильно развиваться. То есть первый самый уровень – это сертифайд тестер. И если вы откроете вот этот вот силу бус, давайте мы его откроем. Тест какой-нибудь. Вот сертифайд тестер. Давайте почитаем условия задач, которые предлагаются решить на экзамене. Давайте поймем, где здесь, есть ли здесь что-то про код. Здесь ничего нету про кодирование. Здесь какие-то соответствия уровней. И первое, что здесь есть, это допустим, вот у вас есть задача, у вас есть численные значения, и вам нужно это. Есть тестовые сценарии. Вот, и вы пытаетесь понять, типа, какой у вас процент покрытия кода теста. Процент покрытия теста. То есть какой процент тестовых сценариев вы покрыли. Вот такие задачи на уровне сертифайд тестер. То есть здесь не надо писать код. Здесь нужно больше соображать. И тестирование – это больше про навы критического мышления. Вот еще один. У нас же есть диаграмма. Типа, вот у вас есть диаграмма состояний, какое количество тестовых сценариев необходимо для того, чтобы проверить все переходы. То есть, ну и понятно, написать эти тестовые сценарии. Здесь тестовый вариант, по факту, неплохо было бы написать тестовые сценарии. Вот, то есть это то, что касается сертифайд тестера. Если вы, допустим, захотите развиваться в специалистов в сфере Quality Assurance, это сфера, в которой находится тестирование, то есть далеко не все из вас станут разработчиками. Ну, я не знаю, может быть, кто-то пойдет в менеджеры, кому-то нужно будет управлять, кому-то нужно будет, кто-то будет писать код, кто-то будет работать тестировщиком. То есть это вполне возможно. Тогда вы можете идти в разные сферы. То есть если вы идете по кор ветке, то вы начинаете как раз быть управленцем в сфере QA, если вы идете с специалистом, вы можете развиться, допустим, в Automation Testing и в разные индустрии. Там как раз вот в правой части Foundation Level как раз особенность стоит в том, что вы под определенную сферу пишете разные тесты. Кстати, к слову вопрос, почему тестирование зависит от сферы? Как вы думаете, каким тестировщикам на свете жить проще? Android тестировщикам или iOS тестировщикам? Так, хорошо, давайте проведем соцопрос. У кого Android, называйте марку своего телефона. Excel. Так, и Xiaomi. Samsung. А что, все остальные с айфонами? Ничего себе. Все остальные с марками выше перечислены. А, ну там Poco есть еще, Realme. В общем, количество телефонов на самом деле большое. И под каждое из телефонов тестировать, это проблема, особенно с разными марками. То есть, когда мы, допустим, в компании проведили тестирование, у нас там просто 10 разных телефонов лежит, просто разных уровней мощности, и мы на них тестируем. С айфонами намного проще. Почему? У вас есть айфон 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все. Ну, требования по безопасности, конечно же, больше. Но в целом, как бы, протестировать нужно меньшее количество версий. Под чем? Нет, а вдруг какие-нибудь конфликты. Допустим, у вас есть какие-то сторонние приложения, которые отжирают какое-то место, графическая оболочка, и так далее. Вот. То есть, здесь тоже можно развиваться на разных уровнях. Вот. Если мы говорим про foundation level certified tester, то здесь как раз важно говорить про основы тестирования. Во-первых, понять, что такое тестирование, почему оно необходимо, про 7 принципов обсудить, рассказать, что это за принципы, и дальше рассказать про психологию тестирования. То есть, что для тестирования нужно перестраивать психологию. Дальше, здесь, как говорится, про тестирование в рамках software development. Здесь мы можем говорить как раз про уровни тестирования. Вот. И про виды тестирования. Про виды тестирования мы с вами уже рассмотрели. Один момент. Да. И, кстати, смотрите, здесь как раз важный момент, что для того, чтобы сдать экзамен по тестированию, нужно понимать то, какие методологии разработки существуют. Но мы с вами это как раз уже на предыдущих лекциях рассмотрели. Вот. Дальше. Здесь есть как раз техники тестирования. То есть, тестирование черного ящика, белого ящика. Experience Based – это в какой-то степени тестирование серого ящика. Вот. И уделяется еще очень важный аспект, посвященный именно статическому тестированию. То есть, тестированию, которое проводится без запуска кода. Вот. Это, на самом деле, очень важный процесс тестирования. Так. Давайте перейдем к задачам тестирования. К задачам тестирования относятся следующие. Это оценка артефактов нашего продукта. Значит, что может быть в качестве оценки артефактов? Первое – это User Story. То есть, это фича, которую мы с вами внедряем. Новая функциональность. Дальше – требования к продукту. То есть, насколько наша продукция относится с требованиями, которые мы прописали. Дальше. Оценка дизайна. То есть, вы открываете какой-нибудь сайт в интернет-магазине и понимаете, типа, хороший дизайн или нет. Сразу спрошу. Не знаю, сейчас актуально это или нет. Кто-нибудь заходил на японские сайты? Для нас это вообще неадекватный дизайн. Для японцев нормально. То есть, опять же, артефакты могут зависеть от того, в какой реальности мы живем. И последнее – это оценка кода. Качество кода. То есть, работает он или не работает. Либо оцениваем какие-то нефункциональные требования. Значит, следующий момент – это верификация того, что требования выполнены. Здесь есть, так сказать, момент, который я хочу обсудить, что существует два аспекта. Первый называется валидация, второй – верификация. Смотрите, как бы отметить отличие. Отметить отличие. Представьте себе, что вам нужно набрать текст количеством символов 15 тысяч. Вам нужно набрать текст 15 тысяч символов. На тему. Что вы можете, на определенную тему, что вы можете сделать? Запросить в ГПТ. Да, запросить в ГПТ. Написать текст на 15 тысяч символов. Можете попробовать сами написать текст на тему. Ну, у вас есть тема, допустим, тема весна. Ну, хорошо, что мы делаем? Мы берем и пишем, сколько получается? Три тысячи раз слово весна. Ну, текст на тему весна. Да? Ну, то есть мы с вами провалидировали наш процесс, что у нас текст на тему весна. А дальше процесс верификации заключается в том, что вы оцениваете, насколько адекватно вы все это сделали. Понятно, что текст из трех тысяч слов весна, вот он вообще неадекватен и, понятно, никуда не пойдет. А вот с точки зрения именно верификации требований, мы читаем этот текст, делаем какие-то правки. И говорим, как именно подкорректировать. В той же степени, если мы говорим про сдачу тех же самых технических заданий, то валидация – это выполнить техническое задание, заслать его в систему, получить полный балл. Верификация – это пройти процесс код-ревью и пройти процесс устной сдачи. Для того, чтобы мы проверифицировали то, что наши, так сказать, вы освоили действительно эту тему. Третье. Значит, третье – это избегание сбоев. Значит, смотрите, здесь важно разграничить, что такое сбой и что такое дефект. Вот это важно. Есть два основных термина. Значит, что такое дефект? Дефект обнаруживается разработчиками. То есть вы начали локально тестировать ваш процесс, у вас находятся какие-то ошибки. Вот если вы находите это в процессе разработки, ну или в процессе тестирования вашего ПО, то это дефект. Если конечный пользователь находит это и сообщает вам, это уже сбой. То есть система работает не так, как предназначено. И обычно, если мы говорим про англоязычную литературу, то дефект пишется как дефект, а сбой пишется как фейла. И важно различать эти вещи. То есть наша цель – избегать сбоев. Дальше, естественно, задача тестирования – находить как можно больше сбоев и дефектов. То есть тестирование как раз заточено под то, чтобы в первую очередь находить сбои и дефекты. Дополнительно еще нам нужно давать какие-то степени уверенности о том, что наш продукт будет работать в каком-то проценте случаев. То есть какие-то рамки выдавать. Значит, предоставлять информацию основателям. Значит, что такое основатели? Это продукт-тоунеры, либо заказчики, которые мы делали, что у нас вот такое уровень тестирования, вот в таком-то проценте случаев. Понятно. Кстати, важный момент. Не называть никогда число. Число чего? Ну, процент уверенности. Точное число. То есть вы, когда говорите по срокам, вы никогда не должны называть именно точное число. Почему? Что-то может произойти не так. Ну, во-первых, если это какая-то продукт-тоунер, то он не всегда понимает, что это число означает. Да, вот, допустим, он говорит, проект будет готов через две недели. Вот почему так не надо делать? Что-то может пойти не по плану. Да, конечно, что-то может пойти не по плану. Соответственно, лучше называть диапазон. От двух до трех недель. От двух до четырех недель. Понятно, что чем ближе мы к стадии завершения проекта, тем уже у нас диапазон. То и так же степень уверенности мы говорим от такого-то до такого-то процента. Потому что иначе потом, как говорится, ожидания могут не совпасть с реальностью. И последнее это согласование с утвержденными стандартами качества. Ваш продукт, так или иначе, нужно будет сертифицировать в конце сдачи. И поэтому важно понимать, какие стандарты качества существуют. И здесь мы как раз должны перейти к тому потом, какие стандарты качества существуют. Так, давайте вопросы по задачам тестирования. Есть ли они? То есть это основное то, что мы с вами должны зафиксировать. Так, давайте перейдем к следующей части. Эта часть посвящена тому, что на самом деле тестирование – это большая отрасль. И на самом деле тестировщики не любят, когда их называют тестировщиками. Они любят себя величать QA-инженерами. И это действительно так. То есть если мы говорим про качество нашего продукта, то здесь выделяют три основных вещи. Первое – это Quality Assurance, это QA. То есть это достаточно большой процесс. После этого у нас есть QC – Quality Control. Контроль за качеством нашего продукта. Есть тестирование. И они отличаются по целям. Давайте пройдемся. Значит, в качестве тестирования. Если мы говорим про тестирование, то наша цель – находить и решать сбои и дефекты. На чем мы фокусируемся при этом? Мы с вами фокусируемся на нижнем уровне. То есть мы фокусируемся с вами на коде, тестируем больше код. И дизайн нашей системы. Дизайн – это не только… Вот смотрите, аккуратнее дизайн – это не только то, как окна нарисованы, но это еще и архитектурные какие-то решения. Это называется систем дизайн. Дальше. Что тестируем? Что мы делаем? Наша цель – именно находить дефекты и сбои. Кто обычно за это отвечает? Обычно за это отвечают тест-инженеры и разработчики. То есть их цель – как раз находить как можно больше дефектов и сбоев. А когда проходят? Это проходит на стадии тестирования параллельно со стадией разработки. То есть как раз в металлогии Agile мы как раз во время спринта в скраме проводим тестирование. Значит, дальше у нас следующий уровень – это quality control. В чем заключается quality control? Мы пытаемся убедиться, что наш продукт отвечает всем требованиям и спецификациям перед тем, как мы его выпускаем. На чем мы фокусируемся? То есть мы с вами фокусируемся не только на исходном коде, но на всем проекте целиком, всем продукте. Потому что у нас может быть, допустим, система сопровождения какая-то, у нас может быть, не знаю, какие-то агитационные рекламы и так далее. При этом именно на стадии quality control у нас осуществляется верификация, про которую мы с вами говорим. Кто ответственен за этот весь процесс, за процесс контроля за качеством? Вся команда. То есть вся команда проекта. Когда это обычно происходит, обычно все эти стадии осуществляются на уровне приемочного тестирования либо перед выкаткой новой версии продукта. А дальше у нас есть самый большой момент – это quality assurance. То есть нам нужно настроить с вами правильные процессы, указать стандарты качества для того, чтобы как раз цель того, что если вы правильно настроите ваши процессы, то, скорее всего, у вас будет меньше сбоев. Такая причинно-следственная связь. И здесь как раз мы фокусируемся на процессах взаимодействия в нашей команде. То есть, опять же, от методологии разработки будет сильно зависеть то, какое количество багов у нас будет и какая будет их критичность. Потому что в водопадной модели у нас, если прилетит какой-нибудь баг на стадии тестирования, то это все, можно проект закрывать. То в гибких методологиях можно адаптироваться к этому и двигаться дальше. Значит, цель как раз – предотвращение наступления багов. То есть, образно говоря, если у нас возникают какие-то переработки, то, понятно, люди, допустим, меньше начинают фокусироваться на самом козе и просто усталый человек может допустить намного больше ошибок. Особенно это критично, если мы работаем на каком-нибудь травмоопасном или опасном для жизни производстве. Кто за это ответственный? Ответственна за это вся команда и заказчики. То есть, заказчики, именно основные заказчики, если мы идем продавать это какому-то другому бизнесу. То есть, они нам говорят, какие процессы они могут сделать, какие процессы мы можем сделать. И важно, когда это происходит, это происходит во все время разработки нашего продукта. То есть, это весь цикл софтвер-девелопмента, про который мы с вами говорили. Поэтому все-таки ищут обычно не тестировщиков, а QA-инженеров. Для того, чтобы еще и настраивать качество нашего процесса. Давайте вопросы по этой табличке. Вот. Опять же, некоторые теоретические сведения. Вот. Просто, чтобы вы понимали, почему QA это не только про тестирование. Вот. И зачастую, если вы... Давайте я лучше вам вопрос задам. Что из этого можно автоматизировать? Из этих трех столбцов. Да, только тестинг. Quality Control и Quality Assurance – это про взаимодействие. Да-да-да. Вот. Значит, теперь давайте еще раз поговорим про стандарты качества. Их на самом деле очень много. Да. И есть специальный стандарт. Это старая версия стандарта. Так, давайте я опущу экран, чтобы видно нижнюю часть слайдов. Это стандарт качества ISO 9126. То есть это сертификация про качество программного продукта. И вот наша цель в данном аспекте рассмотреть как раз особенно связанные с поддерживаемостью программного кода. То есть что такое поддерживаемость программного кода? То есть вы приходите в компанию. И как вы думаете, вы каждый раз будете делать Git и NIT и писать проект с нуля? Ну, даже никто не будет писать, не будет писать проект с нуля. Что, что, что? Может быть, кто-то даже не будет писать проект с нуля, по большей части читает код. Да, по большей части вам придется 80% времени читать код и, дай бог, 20% писать новый код. То есть вам придется разбираться в старом коде. А для того, чтобы старый код был удобен, нам нужен как раз поддерживаемость этого кода. Вот. Это как раз верхняя ветка, связанная с иммунтенобилити. И, собственно, здесь у нас как раз есть некоторые составные части, заключающиеся в том, что у нас в иммунтенобилити входит changeability, то есть возможность к изменениям нашего кода. Про это как раз мы говорим, что у нас наша архитектура должна быть гибкой. Вот. Дальше мы должны уметь анализировать нашу архитектуру, анализировать наш продукт, то есть считать какие-то метрики, качество, потому что если вы метрики не можете замерить, ну, увы, сложно куда-то двигаться дальше. Потому что если у вас какое-то есть число, на которое вы можете опираться, с этим жить намного проще, а не про какие-то эфемерные знания. Вот. Дальше, значит, следующая вещь, тут очень важная, это аспект, это тестабилити. То есть вы проверяете, насколько ваш код способен к тестированию, насколько вы его можете протестировать. И последняя вещь – это стабильность. То есть насколько ваш код ведет себя стабильно от изменения к изменению. Значит, здесь есть еще другие стандарты качества. Вот. Я думаю, мы про них поговорим чуть позже. Вот. То есть наша цель – обратить то, где здесь находится тестируемость. В какой ветке? Ну, вот в этом круге. Давайте я даже преувеличу. Мейнтенабилити. Мейнтенабилити. А? Три или два раза спортировали. А, ну да-да-да, они немножко съехали. Да. И, собственно, если мы говорим про мейнтенабилити, то он на самом деле заключает в себе большое количество составных частей. Значит, первое – это тестабилити, возможность к тестированию кода. Дальше. Анализабилити. Вы можете проанализировать ваш код. И модифабилити. То есть насколько ваш код может быть модифицирован. Да. И вот здесь как раз на этой диаграмме показывается, к чему это скатывается. То есть смотрите, от чего зависит тестируемость кода. Оно зависит от, собственно, устойчивости к сбоям. И от сложности. То есть смотрите, что получается. Если наш код сложный, то его сложно протестировать. А если код сложно протестировать, то его сложно поддерживать. Поэтому как раз если мы говорим про метрики качества, то их как раз можно отслеживать. То есть важная метрика качества – это logical lines of code. То есть сколько у вас логических операций есть в вашем проекте. То есть вот такая диаграмма. Главный вывод из нее такой, чтобы код был поддержан, он должен быть тестирован. И в разных сферах, на самом деле, тестируемость кода проверяется по-разному. То есть в классической разработке тестировать код достаточно просто. Если мы переходим, допустим, в фронт-энд, там тестировать код намного сложнее. Потому что мы поднимаемся на более высокие уровни. Так. Хорошо. Есть ли вопросы по этому тезису? Так что можете попробовать открыть какой-нибудь свой код по алгоритмам и попробовать его протестировать. Не так, как вы обычно тестируете, а именно выделив функции. И тогда вы поймете, что вы можете локальные функции тоже протестировать. Так. Давайте мы с вами перейдем к семи принципам тестирования. Значит, они достаточно фундаментальные, и их тоже стоит разобрать. Значит, первый из семи принципов тестирования заключается в том, что тестирование показывает наличие дефектов, а не их отсутствие. Значит, есть классический пример. Вы идете к врачу, врач ничего не обнаружит, говорит, что вы здоровы. А вы чихаете, у вас температура и так далее. Ну, просто врач решил не смотреть на этот аспект. Бывает. Да, то есть, грубо говоря, тестирование именно старается показать дефекты. То есть, если у вас тестов нет, как бы, если у вас, как сказать, нет тестов, сейчас скажу. Если у вас все тесты прошли, это не значит, что у вас нет сбоя. Ну вот, они, в принципе, могут быть. И нужно чаще отслеживать. Значит, второй момент, очень важный, заключается в том, что избыточное тестирование невозможно. Невозможно протестировать все и все. Классический пример. Представьте себе, что у вас есть код с 10 if подряд. If, then, else. Потом вы выходите, делайте еще раз if, then, else. Потом еще раз выходите if, then, else. Делайте. Сколько у вас возможных вариантов действий? 2 в 10. Здесь 2, здесь 2, здесь 2, здесь 2. Получаем 1024 возможных вариантов. Если у вас еще десяток if добавится, то сколько возможных вариантов уже будет? Уже много. Понятно, что все это тестировать, это перебор. То есть у нас получается 2 в 20 вариантов, 2 в 30 вариантов. А теперь, если вы посмотрите возможное количество сценариев в реальной программе, в реальном продукте, их может быть реально большое количество. И понятно, что все это невозможно протестировать. Поэтому нам нужно будет выделять аспекты, которые мы с вами будем тестировать. Вот. И дальше, из-за того, что избыточное тестирование невозможно, оно может возникнуть тогда, когда вы неверно определили, что именно тестировать. А когда мы могли определить неверно, что нам тестировать? Когда мы принялись за это слишком поздно. У нас уже сложный продукт, и мы не понимаем, что именно тестировать. Поэтому, значит, раннее начало тестирования экономит время и деньги, и даже нервы. В чем это заключается? Вы берете и смотрите, какое количество времени вы тратите на тестирование в зависимости от запуска вашего продукта. Вот. Можете провести мысленный эксперимент. А даже не мысленный, а практический. Построим график зависимости количества нервов, которые вы тратите, в зависимости от времени, от старта продукта. А, значит, представьте себе, что вы пишете код. Очень простой код. Ну, думайте, 2 плюс 2 написал. Там написал какие-то простые вещи. А потом начинаете писать какие-то сложные вещи, начинаете интегрировать. Такие вы читаете, этот код невозможно тестировать. У вас зависимость, количество потраченных нервов на единицу времени, в зависимости от времени, будет расти по экспоненте. То есть сначала код кажется просто простым. Потом вы понимаете, что через месяц, через два вы не можете прочитать код, и вы даже не можете подступиться к нему тестом. У вас есть первые задачи по алгоритмам, которые вы сдавали? Ну, в первом семестре. Да, причем попробуйте открыть код, который вы писали ближе к началу семестра первого. И попробуйте его прочитать. И его протестировать. Я думаю, что... Может быть, вы мало чего поймете. Много изменилось. А? Да, много изменилось в этом момент времени. Вот. Но если вы начнете внедрять тестирование раньше, то вы не поверите, у вас произойдет следующий эффект. Знаете, по опыту своего преподавания я скажу, что люди не любят писать тесты. Точнее, не понимают, как к ним приступиться. Поэтому количество нервов, которое тратится на единицу времени, вначале оно будет какое-то такое. Но потом, со временем, как только вы начинаете осваиваться, ну, либо вы начинаете материть эти тесты, да, и у вас линия идет, но уже по меньшей экспоненте. Либо вы, наоборот, свыкаетесь со временем, и у вас эта линия идет вот таким образом. То есть реально большой проект может быть хорошо протестирован. То есть вы спускаетесь до какого-то уровня и начинаете комфортно себя чувствовать. В итоге, вместо того, когда у вас горит дедлайн, вы спокойно спите. Выбор вот такой. Значит, смотрите, еще один важный аспект протестирования, он касается именно классической разработки. Вот смотрите, давайте представим, что у нас есть график, количество рублей, которые мы тратим за единицу времени, в зависимости от времени. Значит, представим себе, что мы тратим количество рублей на разработку, вот это у нас график разработки. Как вы думаете, количество денег на тестирование, как будет соотноситься? Да, проект должен развиваться, но при этом важно, чтобы он не заходил за разработку. То есть все-таки наша цель именно двигать наш проект вперед, а не поддерживать текущий статус-кво. Если мы не начинаем делать раннее тестирование, то у нас, опять же, графика затрата ресурсов на тестирование будет расти намного больше. Да, но смотрите, все, опять же, зависит от того, какой у нас проект. Если нам нужно дяде Васе склепать простой магазин, возможно, его и не нужно тестировать. Да, то есть вам нужно отдать просто проект под заказ, вот, держи, все готово, пожалуйста. Тогда можно еще хоть как-то избежать тестирования, но если мы дальше развиваем наш продукт, то все-таки лучше закладывать базу для тестирования. Так, хорошо, следующее. Правило Парета или правило 80 на 20. В 20% кода содержится 80% дефектов. То есть, как бы, обычно дефекты находятся в основной части вашего программного кода. Да, допустим, как раз, вы не поверите, большая часть багов и дефектов Ахчека находится вот как раз в ядре этого кода. Вы, наверное, уже могли находить эти дефекты. Дефекты в большом количестве, и они завязаны как раз под то, что проблемы есть в ядре, которые нужно править. Допустим, ну что, нам приходится снимать посылки. Да, то есть это просто возможность, там, условие if стоит, что если условие такое-то, то все, мы не позволяем делать проверку. То есть это какая-то, или, допустим, кнопка отправить на ревью, которая, по идее, должна работать только тогда, когда у вас определенные статусы и там показываются тогда, когда у вас там появляется день до дедлайна. Просто этой логики еще нету. Вот, это как раз все находится в ядре. Значит, следующий принцип – это парадокс пестицида, он и называется. Старые тесты не помогают находить новые дефекты. Образно говоря, оно говорит следующее, не пишите тесты, что 2 плюс 2 равно 4. Не проверяйте этого. Лучше ищите новые тесты, которые будут проверять вашу функциональность. То есть, по факту, кодовая база тестов развивается параллельно с кодовой базой вашего продукта. Так, это был пятый принцип. Шестой принцип очень важный, при нем мы тоже сказали. Тестирование зависит от контекста, зависит от методологии разработки и от сферы разработки. То есть, образно говоря, если мы работаем с вами в сфере мобильной разработки, мы поняли, что у нас тестирование под Android и под iOS разное. Если мы находимся в игровой сфере, то у нас появляются альфа и бета тестирование, в котором мы собираем огромное количество разных отзывов. Более того, сейчас в игровой индустрии возник лайфхак под названием Early Access. Да, потому что мы в день зарабатываем. Да. Если мы говорим про искусственный интеллект, то нам нужно сферы этического использовать. То есть, нам нужно будет проверять лицензионные требования. И там бывают забавные моменты, если мы говорим про современные нейросетевые модели, они по факту запоминают тот контекст, который есть. И вы пишете, хочу сгенерировать картинку по описанию, а дальше у вас в правом нижнем углу выплывает водяной знак какой-нибудь компании. То есть, вы использовали для обучения нейросети как раз картинки из этого сайта, хотя не уведомили о компании. Такие кейсы реально бывают, и они уже разбираются в судебном порядке. И последний принцип заключается в следующем. Отсутствие ошибок не панацея. Значит, смотрите, здесь что сказано. Если переводить с английского языка, это говорит следующее. Error absence is fallacy. То есть, неверное рассуждение. Я перевел его по-другому. Отсутствие ошибок – это не панацея от всех болезней. Что это означает? Если у вас код максимально протестирован, в нем нету ошибок, вам кажется, все. То есть, вы избрали 99% багов, но при этом вы так спроектировали ваш проект, что им пользоваться просто невозможно. То есть, вы говорите, все, у нас есть, но при этом кривой графический интерфейс, кривая логика действий, ничего не работает. То есть, чисто на тестировании и чисто на том, затачиваться на основном аспекте, что тестирование должно ходить как можно больше ошибок, не надо. То есть, нужно гармонично развивать наш проект. Так, хорошо. Есть ли вопросы по принципам тестирования? Вот, то есть, надо закладывать именно эти принципы в свой аспект. Так, следующий момент. Давайте подумаем, почему кольки, ашуранс инженеры и разработчики должны быть разными людьми. Да, абсолютно верно. Разработчики акцентированы на том, чтобы делать новый продукт, развивать это все. А кольки, ашуранс инженеры выступают некоторыми критиками, которые это делают. Значит, и поэтому разработчики считают, что их код работает корректно. Ну, тут можно вспомнить любой пример, который у вас есть. Вы можете вспомнить школьные сочинения, можете вспомнить рефераты, которые вы сдавали. Кстати, вы сдавали рефераты? Не доводилось. Не доводилось? Счастливые люди. Вот, поэтому, как бы вы сдаете, а потом преподаваете, вам кажется, что это шедевр. Да, вы его написали, сдали, все замечательно. Приходите, а там оценка не очень приятная. Да, поэтому, слушайте, важный момент. Нет, если мы говорим про стадию тестирования, важно не критиковать друг друга. И понимать, что зачастую, если вы сами проводите ревью, вам нужно критиковать именно код, не переходить на личности. Вот, и постараться содействовать в нейтральном ключе, потому что процесс ревью, он такой достаточно нервный. Очень нервный. Потому что в некоторых моментах читаешь код, и сразу подчеркну, что когда мы читаем код, мы стараемся все-таки проводить именно аспекты, связанные с тем, как это все написано. Большая часть это именование переменных, выделение функций и так далее. Ну, читаем мы, ну, давайте классический пример, который я видел в некоторых аспектах. Я видел вот такую вот переменную в какой-то момент. А? А, давайте где-нибудь это. Давайте я код напишу лучше. Вот такая переменная у нас появляется в коде. Ну, это да. Да, про ядро линукса согласен. Ну, я понимаю следующее, что человек, который это писал, он сказал следующее, что это текущие иксы. Текущие координаты иксов. Возможно. Но, возможно, что это футболка для курицы размером XS. Для курицы? Ну, кур, ну, кур, курица там. Типа для курицы. Ну, да, мы можем зайти в какой-нибудь Google Транслейт и посмотреть. Ну, маленькая дворняжка. Ну, да. Все. Ну, то есть, поэтому нужно, ну, вот. И, собственно, здесь важно сказать, что, допустим, я не понимаю название этой переменной. Пожалуйста, можете использовать более полное название. То есть, стараться как раз содействовать в нейтральном ключе. Я как раз про это и говорю. Так, у нас осталось сколько минут? У нас, кажется, осталось 3 минуты, да? Где-то. Поэтому давайте я покажу вот эту картинку, и мы с вами... А? Да. Собственно, познакомимся с вами с пирамидой тестирования. Вот она. Значит, юнит тестирования, интеграционное тестирование, системное тестирование и приемочное тестирование. Значит, на нижнем мы тестируем с вами маленькие модули и компоненты класса. Интеграционное тестирование как раз позволяет проводить взаимодействие между несколькими классами. В системном тестировании, смотрите, мы тестируем всю программу целиком. Но важно, смотрите, важный аспект в том, что в системном тестировании мы тестируем программу в виде сферический конь в вакууме. Что это означает? Это означает, что мы не выпускаем в реальную систему. Пример. Вы запустили вашу программу, вы написали ваш проект на Linux, а запускаться он должен под Windows. Тогда системное тестирование позволяет, в принципе, запустить его под Linux, а вот приемочное тестирование будет проверять, запускается ли ваш код под Windows. Я думаю, вообще, скорее всего, в системном тестировании запускается ли он вообще на Windows, а приемочное, что на какие-то... Да, да, именно точно, именно так, что в системном тестировании запускается ли он на Windows определенной версии с поддержкой вот таких вот браузеров. И дополнительно как раз мы будем говорить про эти уровни тестирования и практически посмотрим, как работает с юнит-тестированием. На семинарах будут рассказывать, как работает с юнит-тестированием, с интеграционным тестированием. Я постараюсь тогда на лекцию перенести пример с системным тестированием и покажу, как можно тестировать приложение в браузере. Что есть эмуляторы браузеров, которые можно запускать. Вот, и проводить антическое тестирование. Так, давайте вопросы по сегодняшнему занятию. Занятие. Хорошо, если нет вопросов, тогда всем спасибо за внимание и тогда в следующий раз будем продолжать тему. Спасибо.